Книга первая. Первопричины. Глава первая. Бог. Первое. Бог и бесконечность. Второе. Доказательство существования Бога. Третье. Свойства божественности. Четвертое. Пантеизм. Бог и бесконечность. Первое. Что такое Бог? Бог – это высший разум. Первопричина всего. Примечания Аллана Кардека. Текст, в кавычках, следующий за вопросом, является ответом, данным духами. Другими буквами отмечены примечания и развитие рассуждений, добавленные автором, чтобы не путать их с текстом ответа. В случае, если они составляют целые главы, и их невозможно спутать, то сохраняются обычные буквы. Второе. Что мы должны понимать под бесконечностью? То, что не имеет ни начала, ни конца – неизвестность. Все, что неизвестно, есть бесконечность. Третье. Можно ли сказать, что Бог – это бесконечность? Неполное определение – бедность языка человеческого, которого недостаточно, чтобы определить вещи, находящиеся выше их понимания. Бог бесконечен в своем совершенстве, но бесконечность – это абстракция. Говорить, что Бог – это бесконечность, значит принимать свойства за саму вещь и определять вещь неизвестную через другую вещь, которая тем более ей не является. Доказательства существования Бога. Четвертое. Где можно найти доказательства существования Бога? В аксиоме, которую вы прилагаете к своим наукам, не бывает следствия без причины. Ищите причину всего, что не является творением человека, и ваш разум ответит вам. Чтобы поверить в Бога, достаточно бросить взгляд на вещи творения. Вселенная существует, значит тому есть причина. Сомневаться в существовании Бога, значило бы отрицать, что любое следствие имеет причин, и утверждать, что из ничего может возникнуть что-то. Пятое. Какое следствие можно извлечь из интуитивного чувства о существовании Бога, которое все люди носят в себе? Что Бог существует? Иначе откуда могло бы прийти к человеку это чувство, если бы оно ни на чем не основывалось? Это продолжение того принципа, что нет следствия без причины. Шестое. А не могло бы то сокровенное чувство о существовании Бога, что есть в нас самих, быть следствием воспитания и приобретенных идей? Если бы это было так, то откуда у ваших дикарей это чувство? Если бы чувство существования высшего существа было бы лишь плодом образования, оно не было бы всеобщим, и существовало бы как научное понятие только у тех, кто мог бы получить это образование. Седьмое. Можно ли было бы найти первопричину образования вещей во внутренних свойствах материи? Но тогда какой была бы причина этих свойств? Всегда должна быть первопричина. Приписывать первичное образование вещей внутренним свойствам материи означало бы принимать следствие за причину, так как эти свойства сами являются следствия, которые должны иметь какую-либо причину. Восьмое. Что думать о мнении, которое приписывает первичное образование случайному сочетанию материи, говоря другими словами, случаю? Еще одна нелепость. Какой здравомыслящий человек может рассматривать случай как разумное существо? И потом, что такое случай? Ничто. Гармония, которая управляет движущими силами Вселенной, обнаруживает определенные сочетания и взгляды, и тем самым открывает разумную силу. Приписывать первичное образование случаю было бы бессмыслицей, потому что случай слеп и не может производить разумных действий. Разумный случай уже не был бы случаем. Девятое. Где в первопричине виден высший разум, превосходящий все разумы? У вас есть пословица, которая гласит «По творению познается мастер». Что ж, посмотрите на творение и ищите мастера. Эта гордыня порождает недоверие. Человек ослепленной гордыни не хочет ничего, что было бы выше его, потому и называется он вольнодумцем, убогое существо, которого может сразить дуновенье Божье. О силе разума судят по его творениям. Ни одно человеческое существо не может создать то, что производит природа. Значит, первопричиной является разум, превосходящий человечество. Каковы бы ни были чудеса, совершаемые человеческим разумом, этот разум сама является причиной, и чем больше он совершает, тем большей должна быть первопричина. Именно этот разум является первопричиной всего, как бы ни называл его человек. Признаки божественности Десятое Может ли человек понять внутреннюю природу Бога? Примечание издателя Оригинальный текст не отмечает номером или шрифтом вопросы, обозначенные буквами, появившиеся в данном издании. Мы пошли таким путем, чтобы облегчить читателям поиск каждой из них в этой книге. Нет, ему не достает этого чувства. Одиннадцатое Будет ли однажды дано человеку понять тайну божественности? Когда дух его более не будет затемнен материи, и когда своим совершенством он приблизится к ней, то увидит и поймет ее. Несовершенство способности человека не позволяет ему понять высшую природу Бога. В период детства человечества человек часто путает его с существом, которому приписывает несовершенство. Но по мере развития чувства нравственности его мысль лучше проникает вглубь вещей, и он составляет о них более верное, более соответствующее здравому разуму понятие, хоть это понятие все еще остается неполным. Двенадцатое Если мы не можем понять сокровенную природу Бога, то можем ли мы иметь представление о некоторых его совершенствах? Да, но только о некоторых. Человек лучше начинает понимать их по мере его возвышения над материей, он осознает их мыслью. Тринадцатое Когда мы говорим, что Бог вечен, бесконечен, незыблем, нематериален, уникален, всемогущ, предельно справедлив и добр, является ли это представление о его свойствах полным? С вашей точки зрения, да, потому что вы верите, что охватили все. Но знайте же, что существуют вещи выше понимания самого разумного человека, для которых ваш язык, ограниченный вашими мыслями и чувствами, не имеет выражений. Разум в самом деле говорит вам, что Бог должен обладать этими совершенствами в высшей степени, потому что если бы у него не было хотя бы одного совершенства или обладал бы им не в бесконечной степени, он не был бы превыше всего и, как следствие, не был бы Богом. Бог не может испытывать никаких пороков или несовершенств, которые может представить себе ваше воображение. Бог вечен, если бы у него было начало, он бы исходил из небытия или был бы создан самим собой или иным существом, предшествовавшим ему, таким образом мы все ближе подходим к бесконечности и вечности. Он незыблем, если бы он был подвержен изменениям, то законы, управляющие вселенной, были бы нестабильны. Он нематериален, то есть его природа отличается от всего того, что мы называем материей, иначе он не был бы незыблем, потому что был бы подвержен изменениям материи. Он уникален, если бы было много богов, то не было бы ни единства взглядов, ни единства сил в управлении вселенной. Он всемогущ, потому что уникален. Если бы он не обладал верховной силой, то могли бы быть другие более мощные силы или такие же мощные силы, как он, и он не сотворил бы всего, а те вещи, которые сотворил не он, были бы сотворены другим богом. Он в высшей степени справедлив и добр. Провиденческая мудрость божественных законов проявляется в как самых малых, так и в самых великих вещах, и эта мудрость не позволяет сомневаться ни в его справедливости, ни в его доброте. Пантеизм 14. Является ли бог существом особенным, или же он, согласно мнению многих, является составляющей всех сил и всех разумов вселенной? 15. Если бы это было так, бога не существовало бы, потому что он был бы следствием, а не причиной. Он не может быть одновременно и одним, и другим. 15. Бог существует. Вы не можете в этом сомневаться. И это главное. Поверьте мне, вам не стоит идти дальше. Не блуждайте в лабиринте, из которого вы не смогли бы выбраться. 15. Это сделает вас не лучше, а, возможно, более горделивым, потому что вы поверили бы, что вы все знаете, хотя в действительности вы ничего не знаете. 15. Поэтому оставьте все эти системы. У вас достаточно вещей, касающихся вас. Непосредственно начните с себя самих. Изучайте свои собственные несовершенства, чтобы избавиться от них. Это будет полезней для вас, чем желание постичь непостижимое. 15. Что думать о мнении, согласно которому все тела природы, все существа, все миры Вселенной являются частями божественности и в целом составляют саму божественность, иначе говоря, о пантеистическом учении. Человек, не будучи в состоянии стать богом, может быть хотя бы частицей бога. 16. Те, кто следует этому учению, утверждают, будто находят в нем доказательства некоторых свойств бога. Поскольку миры бесконечны, то бог тем самым бесконечен. Поскольку абсолютной пустоты или небытия нет нигде, то бог вездесущ. Поскольку бог вездесущ, ведь все является составной частью бога, то он дает всем явлениям природы основания быть разумными. Что можно противопоставить этому рассуждению? Разум. Рассуждайте зрело, и вам нетрудно будет признать нелепость такого рассуждения. Это рассуждение делает из бога некое материальное существо, которое хотя и одарено высшей разумностью, но в большем масштабе является тем, что мы есть в малом. Но так как материя непрестанно преобразуется, то бог в таком случае не должен бы иметь никакого постоянства. Он оказался бы подвержен всем превратностям, даже всем потребностям человечества. Он был бы лишен одного из главных свойств божества – незыблемости. Свойства материи не могут увязаться с идеей бога без того, чтобы не принизить его в нашей мысли, и все утонченности софистики не смогут разгадать тайну его сокровенной природы. Мы не знаем, что он есть, но мы знаем, чем он не может быть, а эта система находится в противоречии с самыми основными его свойствами. Она смешивает создателя с созданием, точно так же, как если бы кто-то захотел, чтобы некая замысловатая машина была составной частью создавшего ее инженера. Разумность бога проявляется в его делах так же, как разумность художника в его картинах, но творение бога не он сам, как картина не является художником, задумавшим и создавшим ее. Глава 2. Основные элементы Вселенной 1. Знание начала вещей 2. Дух и материя 3. Свойства материи 4. Космическое пространство Знание начала вещей 17. Дано ли человеку знать начало вещей? Нет, Бог не позволяет, чтобы все было открыто человеку в этом мире. 18. Проникнет ли человек когда-нибудь в тайну сокрытых от него вещей? Покров поднимается для него по мере того, как он очищается, но чтобы понять некоторые вещи, ему нужны способности, которыми он еще не обладает. 19. Может ли человек через научное исследование проникнуть в некоторые из тайн природы? 20. Наука была дана ему для его продвижения во всем, но не может выйти за пределы, поставленные ему Богом. 21. Чем более дано человеку продвигаться вперед в этих тайнах, тем более велико должно быть его восхищение могуществом и мудростью Создателя. 22. Но то ли по гордыне, то ли по слабости, сам рассудок зачастую делает его игрушкою иллюзией, он наваливает системы на системы и всякий день показывает ему, сколько заблуждений принял он за истины и сколько истин отверг как заблуждения. 23. Все суть разочарования гордыни. 24. Кроме научных исследований, дано ли человеку получать сообщения более высокого порядка? 24. Да, если Бог сочтет это полезным, он может поведать то, чего не сможет узнать наука. 25. Именно при помощи этих сообщений человек черпает в определенных пределах знания о своем прошлом и своей грядущей судьбе. 25. Дух и материя. 21. Так же ли вечно материя, 22. Про это ведает один лишь Бог. Но все же есть одна вещь, на которую разум должен вам указать, что Бог, средоточие любви и милосердия, никогда не был бездеятелен. Каким бы отдаленным вы не представляли себе начало его действия, можете ли вы хоть на мгновение представить себе его в праздности? 22. Обыкновенно материю определяют как то, что обладает протяженностью, что может воздействовать на наши чувства, вызывая ощущения, что непостижимо, точны ли эти определения. С вашей точки зрения точны, потому что вы говорите лишь о том, что вам известно, но материя существует и в таких состояниях, которые вам совершенно неведомы. Она, например, может быть настолько эфирной и утонченной, что не окажет никакого воздействия на ваши чувства, все же она остается материей, хотя для вас это было бы не так. 22. А. Какое определение вы можете дать материи? 23. Материя есть узысковывающий дух. Это служащий ему инструмент, на которое в то же время он оказывает свое действие. С этой точки зрения можно сказать, что материя есть агент, посредник, с помощью которого и на который воздействует дух. 23. Что есть дух? Разумное начало вселенной. 23. А. Какова сокровенная природа духа? Дух нелегко анализировать на вашем языке. Для вас он ничто, потому что дух не является чем-то таким, что можно пощупать. Но для нас это нечто. Усвойте себе хорошенько. Ничто – это небытие, а небытия не существует. 24. 25. Является ли дух синонимом разума? Разум – главное свойство духа, но тот и другой смешиваются в общем принципе таким образом, что для вас это становится одним и тем же. 25. Независим ли дух от материи, или же он всего лишь свойство ее, как цвета – это свойство света, а звук – свойство воздуха? Оба они независимы, но нужен союз духа и материи, чтобы сделать материю разумной. 25. Так ли необходим этот союз для проявления духа? Мы здесь понимаем под духом принцип разума, абстрагируясь от указанных индивидуальностей под этим именем. Он необходим для вас, потому что вы не способны воспринять ум без материи, ваши чувства созданы иначе. 26. Можно ли представить дух без материи и материю без духа? 27. Несомненно, можно. С помощью мысли. 27. Таким образом, существует два основополагающих элемента Вселенной – материя и дух? Да. И надо всем этим – Бог, Творец, Отец Всего Сущего. Эти три вещи являются принципом Всего Существующего – Вселенская Троица. 28. Но к материальному элементу нужно добавить еще Вселенский флюид, который играет роль посредника между духом и собственной материи, слишком грубой, чтобы дух мог влиять на нее. 29. Хотя с некоторой точки зрения флюид можно было бы отнести к материальному элементу, он отличается от материи особенными свойствами. Если бы он был в полном смысле материи, то не было бы причин, чтобы и дух не был бы ею. 30. Элемент этот, помечен между духом и материей, он является флюидом, как материя – это материя, способный в своих бесчисленных сочетаниях с этой последней и под действием духа производить бесконечное разнообразие вещей, из которых вам ведома лишь незначительная часть. 27. Вселенский или изначальный, либо же простейший флюид этот, будучи инструментом, которым пользуется дух, является началом, без которого материя была бы в состоянии постоянного деления и никогда бы не приобрела свойств, которые дает ей сила тяготения. 27. А является ли этот флюид тем, что мы называем электричеством? 28. Мы сказали, что он подвержен бесчисленным сочетаниям. То, что вы называете электрическим током, магнетическим флюидом – это видоизменение этого самого вселенского флюида, который является ничем иным, как более совершенной, более утонченной материи, которую можно рассматривать как самостоятельную. 28. Поскольку сам дух есть нечто, то неточнее. 29. Слова нас мало интересуют. Это вам надо строить свою речь так, чтобы понимать друг друга. 29. Споры ваши почти всегда происходят от того, что вы по-разному понимаете смысл слов, поскольку язык ваш неполон и несовершенен для выражения вещей, не воспринимаемых вашими чувствами. 30. Очевидный факт господствует надо всеми гипотезами. Мы видим материю, которая неразумна. Мы видим разумное начало, независимое от материи. Происхождение и взаимосвязь этих двух вещей нам неизвестны. 31. Имеют ли они общий источник или нет? Необходимые точки соприкосновения? Является ли разум самостоятельной сущностью? Или же он некоторое свойство, некое следствие? Не является ли он даже, как полагают некоторые, эманацией божественности? 32. Все это нам неведомо. Но материя и дух представляются нам раздельными. Вот почему мы допускаем их, как два основополагающих начала Вселенной. 33. Поверх всего этого мы видим разум, господствующий над всеми другими, управляющий ими всеми, отличающийся от них основными свойствами. Этот верховный разум и называют Богом. 29. Является ли весомость главным свойством материи? 30. Той материи, которая понимается вами как таковая, да. Но нет, если речь идет о материи, рассматриваемой как вселенский флюид. 31. Материя эфирная и утонченная, образующая этот флюид, для вас невесома. И тем не менее, она является началом вашей весомой материи. 32. Тяжесть свойства относительная. За пределами сфер приезжения миров веса не существует, равно как не существует ни верха, ни низа. 33. Образована ли материя из одного или же многих элементов? Из одного первоначального элемента. Тела, которые вы рассматриваете как тела простые, являются не истинными элементами, а лишь преобразованиями первоначальной материи. 31. Отчего происходят различные свойства материи? Это изменения, которым подвергаются элементарные молекулы через свой союз и при определенных обстоятельствах. 32. Согласно этому, вкус, запах, цвет, звук, ядовитое или целительное свойства тел являются лишь видоизменениями одной и той же первоначальной субстанции? 33. Да, без сомнения. И которые существуют лишь в силу устройства органов, предназначенных для их восприятия. 34. Этот принцип доказывается тем фактом, что свойства тел воспринимаются нами не одинаково. 35. Один находит одну вещь приятной на вкус, другой неприятной. 36. Одни видят голубым то, что для других красное, то, что яд для одних, безобидно или целительно для других. 33. Способна ли эта же элементарная материя принимать все виды изменения и наделяться всеми свойствами? Да, и именно это и следует иметь в виду, когда мы говорим, что «все во всем». 35. Примечание Алана Кардека. 36. Этот принцип объясняет, известное всем гипнотизерам, явление, заключающееся в том, чтобы силой воли придать какому-либо веществу, например, воде, 37. Самое различное свойство, определенный вкус и даже активное свойство других веществ. 38. Поскольку есть лишь один первоначальный элемент, и свойства различных тел – это не что иное, как модификации одного элемента, 39. То из этого следует, что самое безвредное вещество обладает тем же принципом, что и самое смертоносное. 39. Так вода, составленная из одной части кислорода и двух частей водорода, становится коррозивной, если удвоить пропорцию кислорода. 40. Аналогичная трансформация может быть произведена магнетическим действием, направляемым волей. 40. Кислород, водород, азот, углерод и все тела, которые мы рассматриваем как простые, не что иное, как модификации единой первоначальной субстанции. Из-за невозможности, в какой мы в настоящее время находимся, подняться по-иному, нежели мыслью, к этой первоначальной материи, тела эти представляют для нас настоящие элементы, и мы можем без каких-либо последствий рассматривать их как таковые, вплоть до новых указаний. 33а. Похоже, что эта теория обосновывает мнение тех, кто допускает в материи лишь два основных свойства – силу и движение. И кто полагает, будто все остальные свойства ее – всего лишь вторичные следствия, изменяющиеся согласно степени, силы и направления движения. Мнение это справедливо. Нужно также добавить «согласно расположению молекул», как ты, например, это видишь в матовом теле, которое может стать прозрачным. И наоборот. 34а. Обладают ли молекулы определенной формой? Без сомнения, у молекул есть форма, но для вас она неразличима. 34а. Форма эта «постоянно» или «изменчиво» – «постоянно» для первоначальных элементарных молекул, но изменчиво для вторичных молекул, которые сами являются ничем иным, как скоплениями первых, так как то, что вы называете «молекулой», еще далеко от «молекулы» в истинном смысле слова. 35. Космическое пространство бесконечно или ограниченно? 36. Бесконечно. Предположи у него пределы, что будет тогда за ними. Это смущает твой разум. Я прекрасно знаю это, и все же твой разум говорит тебе, что иначе оно не может быть. То же самое и с бесконечностью во всем. И не на вашей малой планете сможете вы это понять. 36. Если предположить у космоса предел, сколь бы бесконечно далеко мысль его не поместила, разум говорит, что по ту сторону этого предела что-то есть, и так шаг за шагом до бесконечности, ибо это что-то, будь оно даже абсолютной пустотой, еще было бы космосом. 36. Существует ли абсолютная пустота где-либо в космическом пространстве? 37. Нет, пустоты нет нигде и ни в чем. То, что пусто для тебя, заполнено той материи, которая ускользает от твоих чувств и от твоих инструментов. 38. Сотворение 1. Образование миров 2. Образование живых существ 3. Население земли 4. Адам 4. Разнообразие рас человеческих 5. Множественность миров 6. Библейские согласования и соображения, касающиеся сотворения Образование миров 7. Вселенная включает в себя бесконечность миров, которые мы видим, и тех, которых мы не видим, все одушевленные и неодушевленные существа, все звезды, движущиеся в пространстве, а также наполняющие его флюиды. 37. Была ли Вселенная создана или же существовала вечно, как и сам Бог? 38. Без сомнения, она не могла сама себя сотворить, и если бы она была вечно, как сам Бог, то не могла бы быть творением Божьим. 38. Разум говорит нам, что Вселенная не могла сама себя сотворить, и так как она не может быть порождением случая, то она должна быть творением Бога. 38. Как Бог создал Вселенную? 39. Я бы воспользовался таким выражением. Своим желанием. Ничто не изображает эту всемогущую волю лучше, чем прекрасные слова книги Бытия. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. 39. Можем ли мы узнать способ образования миров? 40. Все, что можно сказать, и что вы можете понять, это то, что миры создаются конденсацией материи, рассеянной в пространстве. 40. Являются ли кометы, как теперь полагают, началом конденсации материи и образующимися мирами? 41. Это верно, но нелепо верить в их влияние. Я хочу сказать в то влияние, какое им приписывают в народе, потому что все небесные тела имеют свою долю влияния в некоторых физических феноменах. 41. Может ли совершенно сформировавшийся мир исчезнуть, а материя, составляющая его, снова рассеется в пространстве? 42. Да, Бог обновляет миры, как Он обновляет живые существа. 42. Можем ли мы знать время образования миров? Земли, например. 43. Я не могу тебе этого сказать, потому как одному Создателю это ведомо, и безумцем был бы утверждающий, будто ему это известно, или будто он знает число векам этого сотворения. 43. Когда Земля начала заселяться? Поначалу был полный хаос, элементы были перемешаны. Мало-помалу каждая вещь заняла свое место, тогда появились живые существа, приспособленные к состоянию земного шара. 44. Откуда пришли живые существа на Землю? 45. Земля содержала их зародыши, ожидавшие благоприятного мгновения, чтобы начать развиваться. 45. Органические начала, как только исчезла сила, державшая их в разделении, соединились и образовали зародыши всех живых существ. 46. Зародыши оставались в сокрытом и безжизненном состоянии, как куколка у бабочек и семена у растений, вплоть до момента благоприятного для рассвета каждого вида. 45. Тогда существа каждого вида собрались вместе и размножились. 45. Где были органические элементы до образования Земли? 46. Они находились, так сказать, во флюидическом состоянии в пространстве, посреди духов или на других планетах, ожидая сотворения Земли, чтобы начать новое существование в новом мире. 46. Химия показывает нам, как молекулы неорганических тел соединяются, чтобы образовать кристаллы, обладающие постоянной правильностью структуры, как только они окажутся в подходящих условиях согласно каждому типу. 47. Малейшей помехи в этих условиях достаточно, чтобы помешать соединению элементов или по меньшей мере правильному их распределению составляющему кристалл. 48. Почему бы не происходить тому же самому и с органическими элементами? 48. Мы в течение многих лет сохраняем зародыши растений и животных, которые развиваются лишь при определенной температуре и в благоприятных условиях. 49. Мы видели, как зерна злаков дают всходы, и несколько веков спустя, значит, в этих зародышах есть скрытое жизненное начало, ожидающее лишь благоприятных обстоятельств, чтобы развиться. 49. И разве то, что ежедневно происходит у нас на глазах, не могло существовать при возникновении мира? 50. Разве отнимает что-то, увеличивая Бога это образование живых существ, происходящее из хаоса силою самой природы? 51. Далеко не так. Оно лучше отвечает той идее, которую мы составляем себе о его могуществе, осуществляющемся в бесконечном множестве миров по вечным законам. 52. Правда, теория эта не решает вопроса о происхождении жизненных элементов, но у Бога есть свои тайны, и Он положил некоторые пределы нашим исследованиям. 46. Есть ли еще существа, рождающиеся самопроизвольно? 47. Да, но первоначальный зародыш существовал уже в скрытом состоянии. Вы ежедневно являетесь свидетелями этого явления. Разве не содержат ткани человека и животных зародыши множество червей, которые ждут, чтобы начать гнилостное брожение, необходимое для их существования? 47. Это малый мир, который дремлет и создается. 47. Находился ли род человеческий среди органических элементов, содержащихся в земном шаре? Да, и он пришел в свое время. Это и породило выражение, будто человек был создан из грязи земной. 48. Можем ли мы знать время появления человека и других живых существ на Земле? 49. Нет, все ваши расчеты – это химеры. 49. Если зародыш рода человеческого находился среди органических элементов земного шара, то почему же люди больше не создаются самопроизвольно, как при своем возникновении? 50. Начало вещей в тайнах Бога, однако можно сказать, что люди, однажды распространившись по земле, впитали в себя элементы, необходимые для их образования, чтобы передавать их согласно законам воспроизводства, так же обстоит дело с различными родами живых существ. 50. Начался ли род человеческий с одного человека? 50. Нет, тот, кого вы называете Адамом, не был ни первым, ни единственным из обитателей земли. 51. Можем ли мы знать, в какую эпоху жил Адам? 51. Приблизительно в ту, которую вы ему отводите, около четырех тысяч лет до Рождества Христова. 52. Человек, которого мы называем Адамом, был одним из тех, что выжили в неком краю земли после нескольких великих катаклизмов в различные эпохи сотрясавших поверхность земного шара. 53. Он стал родоначальником одной из рас, населяющих сегодня землю. 54. Законы природы противятся тому, чтобы прогресс человечества, отмеченный задолго до Христа, мог совершиться в несколько столетий, если бы человек существовал на земле лишь со времени, указанного для жизни Адама. 54. Некоторые, и не без основания, примечания издателя, слов к курсивам, появившихся в 12-м, 1864-й год и последующих изданий «Книги духов», не было во втором французском издании 1860-го года, считают Адама мифом или аллегорией, олицетворяющей первые времена мира. 54. Разнообразие рас человеческих 52. Откуда происходят физические и моральные различия, определяющие разнообразие рас людей на Земле? Климат, образ жизни и привычки. То же самое происходит и с двумя детьми одной матери, по-разному воспитанными вдали один от другого, они ни в чем не будут походить друг на друга в моральном смысле. 53. Зарождался ли человек в разных точках земного шара? Да, и в разные эпохи. И в этом одна из причин разнообразия рас. Затем люди, рассеиваясь по различным континентам и климатам и приобщаясь к другим расам, образовывали новые типы. 53а. Составляют ли эти различия отдельные роды? Конечно же нет, все они из одной семьи, ведь незначительные различия одного и того же плода не мешают ему принадлежать к одному роду. 54. Если род человеческий не происходит от одного человека, то должны ли люди перестать из-за этого считать себя братьями? 55. Все люди братья в Боге, потому что они оживлены духом и стремятся к единой цели. Вы всегда понимаете слова буквально. Множественность миров. 55. Все ли миры, вращающиеся в космосе, обитаемы? 56. Да, и человек Земли далек от того, чтобы быть, как он думает, первым, по разуму, доброте и совершенству. 57. Есть, однако, люди, считающие себя очень сильными, воображающие, будто лишь этот маленький шарик один, имеет привилегию быть населенным разумными существами. 58. Гордыня и тщеславие. Они полагают, будто Бог создал Вселенную для них одних. 58. Бог населил миры живыми существами, которые все способствуют конечной цели проведения. 59. Думать, что живые существа, ограниченные одной точкой, которую мы населяем во Вселенной, значило бы поставить под сомнение мудрость Бога, который не сделал ничего бесполезного. 60. Он, должно быть, определил этим мирам более серьезную цель, чем развлечение нашего взгляда. 57. Ничто, впрочем, ни в положении, ни в размере, ни в физическом строении Земли не может на разумных основаниях заставить предположить, будто эта точка одна имеет привилегию быть обитаемой, как исключение из стольких тысяч подобных миров. 56. Одинаково ли физическое устроение иных миров? Нет, они нисколько не схожи. 57. Поскольку физическое устроение миров не одинаково для всех, то следует ли из этого для населяющих их существ различие в организации? Несомненно, как у вас рыбы созданы, чтобы жить в воде, а птицы в воздухе. 58. Лишены ли света и тепла миры, наиболее удаленные от Солнца, из-за того, что Солнце показывается им лишь в виде звезды? 59. Неужели вы думаете, будто нет других источников света и тепла, кроме Солнца, и неужели вы ни во что не ставите электричество, которое в некоторых мирах играет роль неведомую вам и совершенно по-иному важную, чем на Земле? 59. Впрочем, никто не говорит, будто все существа видят одинаковым с вами образом и органами, устроенными так же, как ваши. 60. Условия жизни существ, обитающих в различных мирах, должны быть приспособлены к среде, в которой они призваны жить. 61. Если бы мы никогда не видели рыб, то не поняли бы, как эти существа могут жить в воде. 62. Так же обстоит дело и с иными мирами, которые, без сомнения, включают в себя элементы, неведомые нам. 63. Разве не видим мы на Земле, как длинные полярные ночи освещаются электричеством полярного сияния? 63. И разве так уж невозможно, то, что в некоторых мирах электричество обильнее, чем на Земле, и играет там главную роль, следствие которой мы не можем понять? 64. Значит, миры эти могут заключать в себе самих источники тепла и света, необходимые их обитателям. 64. Библейские согласования и соображения, касающиеся сотворения. 64. Народы составили себе о сотворении самые различные понятия, согласно степени своей просвещенности. 65. Разум, опирающийся на науку, признал неправдоподобность некоторых из этих теорий. 65. Та же, которая дается духами, подтверждает мнение, с давних пор допущенное самыми просвещенными людьми. 66. Возражение, которое можно выдвинуть против этой теории, заключается в том, что она противоречит тексту священных писаний, 66. Но серьезный анализ заставляет признать, что противоречие – это более мнимое, чем действительное, и что оно следует из толкования даваемого часто аллегорическому смыслу. 66. Вопрос о первом человеке в лице Адама как единственном основателе человечества совсем не единственный, где религиозным представлениям надо бы измениться. 66. Вращение земли оказалось в свое время настолько противопоставленным священному тексту, что нет таких преследований, которым бы теория эта не послужила в свое время предлогом. 67. И все же, земля вертится, вопреки всем анафемам, и никто сегодня не может оспаривать этого, будучи в здравом уме. 67. Библия говорит также, что мир был сотворен за шесть дней, и определяет эпоху его сотворения приблизительно четырьмя тысячами лет до христианской эры. 68. До этого земли не существовало, она была извлечена из небытия. 69. Текст формален, и вот позитивная наука, непреклонная наука, приходит доказать противоположное. 69. Образование мира неписанными буквами отмечено в мире ископаемом, и доказано, что шесть дней творения – это скорее периоды, каждый из которых длительностью, быть может, во много сотен тысяч лет, причем все это не какая-то система, какое-то учение или изолированное мнение. 70. Это явление столь же постоянное, как и вращение земли, которое теология вынуждена была принять. 71. Оно – очевидное доказательство заблуждения, в которое можно впасть, понимая буквально аллегорическое выражение образного языка. 72. Следует ли из этого заключить, будто Библия является заблуждением? Нет. 73. Это люди ошибались, трактуя ее. 73. Наука, роясь в архивах земли, признала порядок, в каком различные живые существа появились на ее поверхности. 74. И порядок этот согласуется с тем, что указан в книге Бытия, с той лишь разницей, что творение это, вместо того, чтобы чудесным образом выйти из рук Бога за несколько часов, свершилось по воле Его, но согласно законами природы, в несколько миллионов лет. 75. Разве Бог от этого становится менее великим и менее могущественным? Разве дело Его менее величественно от того, что не имеет очарования мгновенность? 76. Очевидно, нет. Нужно было составить себе о Боге понятие крайне скудное, чтобы не признать Его всемогущество в вечных законах, которые Он установил, чтобы управлять мирами. 77. Наука не только не преуменьшает дело божеское, но и показывает его нам в виде более грандиозным и более соответствующим нашим понятиям о могуществе и величии Бога, свидетельствуя, что все совершилось, ни в чем не нарушая законов природы. 77. Наука, согласная в этом с Моисеем, помещает человека последним в порядке сотворения живых существ, но Моисей ставит всемирный потоп на 1654 год от сотворения мира, 78. Тогда как геология показывает нам великий катаклизм предшествующим появлению человека, если учесть, что до сегодня в первоначальных слоях не находят никаких следов ни его присутствия, ни присутствия животных той же категории с точки зрения физической, но ничто не доказывает, что это невозможно. 78. Многие открытия посеяли на этот счет сомнения. Значит, может быть, что с минуты на минуту мы получим материальное подтверждение этому более раннему существованию человеческой расы, и тогда будет признано, что по этому пункту, как и по другим, библейский текст – это некий образ. 79. Поэтому вопрос заключается в том, чтобы выяснить, не одно ли это событие. 79. Геологическое наводнение и потоп, который пережил Ной, при этом надо учитывать, что продолжительность времени, необходимая для образования ископаемых слоев, не позволяет нам спутать их и ошибиться на их счет, и с момента, как будут найдены следы существования человека перед великой катастрофой, 80. Будет доказано либо то, что Адам не был первым человеком, либо же то, что сотворение первого человека теряется во тьме времен. 80. Никакие рассуждения не устоят перед очевидным фактом, и его придется принять, как был принят факт вращения Земли вокруг Солнца и шести периодов сотворения мира. 80. Существование человека до геологического потопа, правда, еще гипотетично. 80. Но вот что более определенно. Если допустить, что впервые человек появился на Земле за четыре тысячи лет до Рождества Христова, и если 1650 годами позднее весь род человеческий был уничтожен, за исключением одной семьи, 80. То из этого следует, что заселение Земли датируется лишь от Ноя, то есть от 2350 года до нашей эры. 80. Между тем, когда евреи в XVIII веке до Рождества Христова переселились в Египет, то они нашли страну эту весьма населенной и уже обладавшей сильно развитой цивилизацией. 80. История доказывает, что в ту эпоху Индия и другие страны также процветали, и все это даже без учета летосчисления некоторых народов, которые восходят к эпохе значительно более отдаленной. 80. Значит, с XXIV по XVIII века, то есть период 600 лет, потомство одного человека не только смогло населить все огромные страны, тогда известные, если предположить, будто остальные заселены не были, 80. Но что за этот короткий промежуток времени род человеческий смог подняться от абсолютного невежества примитивного состояния к самой высокой степени интеллектуального развития, что противоречит всем антропологическим законам? 80. Разнообразие рас также говорит в поддержку этого мнения. 80. Климат и привычки, несомненно, производят изменения в физическом облике, но мы знаем, до чего может дойти влияние этих причин, и физиологический анализ доказывает, что между некоторыми расами существуют конституционные различия более глубокие, чем те, которые обусловливаются климатом. 80. Скрещивание рас производит переходные типы. Оно стремится стереть крайние особенности, но оно их не производит, оно создает лишь разновидности. 80. При этом, чтобы произошло скрещивание рас, нужно, чтобы были различные расы, и как объяснить их существование, давая им общее начало рода? 80. Как допустить, чтобы за несколько веков некоторые потомки Ноя преобразились до такой степени, чтобы произвести эфиопскую расу, например? 80. Подобная метаморфоза не более допустима, чем гипотеза об общем начале рода между волком и овцой, слоном и тлей, птицей и рыбой. 80. Скажем еще раз, ничто не может возобладать над очевидностью фактов, и все напротив объясняется с допущением существования человека до эпохи, приписываемой ему в народе, с допущением многообразия начал родов, 80. Адама, жившего 6000 лет тому назад, как человека, населившего страну еще необитаемую, с признанием Ноева потопа как частичной катастрофы, перепутанной с геологическим катаклизмом, с принятием, наконец, во внимание, аллегорической формы, присущей восточному стилю изложения, формы, которую мы находим в священных книгах всех народов. 80. Поэтому благоразумно не отвергать легкомысленно те учения, каковые рано или поздно могут дать опровержение всем, кто с ними воюет. 81. Идеи религиозные, далекие от того, чтобы терять что-то, лишь крепнут, идя вместе с наукой. 81. Это единственный способ не показывать скептицизму уязвимую сторону.